Как тебе первые матчи Лэмпорда в Эвертоне? Что уже можно сказать об этом проекте? Давайте, да, немножко уделим внимание и Лэмпорду. Так-то у меня в плане его не было. Два матча уже было сыграно, вернее три, но я видел только два, потому что первый из них был, по-моему, против Брэндфорда в кубке. Первая игра — это попытка использовать схему 3-4-3, то есть достаточно новая идея относительно этого Эвертона. И в ней команда Лэмпорда выглядела очень вяло, они, по сути, не продвигали мяч, они пытались начинать атаки коротко, но с продвижением были огромные проблемы, и матч получился крайне удачным. Во второй встрече, которая, как раз таки, наоборот, Эвертону удалась против Лидса, все выглядело очень иначе и очень интересно. Там была схема 4-4-2 у Эвертона. Так, была организована оборона, и в целом уже не так агрессивно команда прессинговала, но в рамках 4-4-2 за счет компактности, это вообще одно из преимуществ этой схемы при обороне, Эвертон достойно выглядел без мяча и мало что позволилось воздать лицу. При этом в атаке все достаточно резко трансформировалось. Во-первых, нужно отмечать то, как постоянно сужались для комбинации игроки, которые стартовали на флангах. Во-вторых, очень интересным образом пытался Эвертон использовать двух опорников. Тут вышли Ван Дебек и Дели Али, и среди них не было вообще постоянного игрока, который оставался бы тут регулярно в опорной зоне. Они либо поочередно делали рейды вперед, либо они даже вдвоем делали рейды вперед, но тогда немножко фланговые футболисты, вингеры, они немножко шире располагались, а крайние защитники пытались страховать опорную зону. То есть достаточно такая запутанная в плане перестроения схема, но футболисты неплохо ее воплотили против лица. Ну и отдельно нужно отметить Ван Дебека, который играл не на своей вообще родной позиции, не на позиции, которая ему удобна, который, по сути, должен был еще быть взаимозаменяемым с Алланом. И у него это очень-очень здорово получалось. Так что Эвертон выглядит интересной командой. Вот это вот, с одной стороны, замысел во втором матче, мне кажется, перспективным и может стать еще лучше, когда футболисты подольше с ним поработают. С другой стороны, пока некоторые метания видны, и вот не до конца понятно, какая часть этого замысла была, грубо говоря, для того, чтобы запутать лиц, которые прямо строго играют в персональный прессинг, в персональную оборону, а какая часть из этого плана была непосредственно долгосрочный проект Лэмпорда. Ну и даже если говорить об этом как об интересной стартовой точке, пока не совсем понятно, как команда будет играть с мячом. Потому что с продвижением, с розыгрышами в одном матче были большие проблемы, в другом скорее обошел Эвертон эту стадию, а не прибавил в ней кардинальным образом. Субтитры создавал DimaTorzok